Дорогие друзья, всем привет, ребята! Мы снова с вами, друзья! Сегодня у нас будет новая крутая тема. Сегодня я вам покажу бросок через спину. Сегодня у меня опять Витя, будет у нас летчик-испытатель. Сегодня будем бросать необычным хватом. В общем, сейчас, по сути дела, все разберем. Так что, друзья, погнали! Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесов, и поле, каждый колосок, речка, небо грубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете. Фишка в чем? Когда во время борьбы мы боремся, очень часто бывает у соперника вылез подол кимоно. Как правило, если, например, мы боремся, во время борьбы возимся, и у него кимоно вылезло из-под пояса, то это нормально. Мы можем продолжать бороться, атаковать. Как только дана команда МАТЭ, соперник возвращается на свое место и обязан заправиться. Если он не заправится, мы уйдем по новым правилам в шили. Но так как во время борьбы, если кимоно, подол кимоно вот так вот вылезло, то я имею право брать за подол и проводить бросок. Так можно делать. И сегодня я вам покажу бросок за подол. То есть берем захват за подол. Вот мы, например, боремся в борьбе, и у меня, вот у соперника вылезло кимоно. Вот мне нужно взять этот подол, нужно вот расстояние, чтобы у меня было. Мы заходим с этим захватом за подол, как на бросок МОРОТЭ САУНАГИ, типа или ИПОН САУНАГИ, вот этот вот. Главное, то есть фишка в чем? Нам надо вот этот вот захват протащить вот сюда вот, как вот на этот бросок. А подворачиваться, в принципе, можно. Как я еще раз сказал, как на МОРОТЭ САУНАГИ, то есть заносить свой локоть под мышку. Либо проходить как ИПОН САУНАГИ. Тут уже без разницы. Итак, мы захват взяли, вот мы захват тут взбиваем, срываем его, дергаем его, чтобы соперник на это реагировал. И как он немного откроется, либо подсядет, либо наоборот будет выпрямляться, мы заходим на сам бросок. То есть раз, вот борьба. Вот мы боремся. Взяли подол. Именно за кончик подола брать за кимоно, за конец. То есть не высоко, а как можно ниже. Чтобы тогда будет тяга лучше. То есть вот. Боремся здесь. Взяли подол кимоно. И смотрите, как захожу. То есть соперника как раз дергиваю, раскрываю соперника. Раз. И после чего подворачиваюсь резко. Как правило, вот на такие движения на резке соперник в борьбе всегда реагирует. Он начинает как немного подсаживаться, гаситься немного. Это для вас вариант как раз шанс бросать, делать атаку. То есть вот соперник стоит, вот мы подергали, вы раз. И заходим на бросок. Вот мы зашли. Руки натянуты. Делаем бросок. И это кимоно сопернику очень некомфортно. Оно впивается, вот здесь вбок протирает, очень неудобно. Поэтому пользуйтесь такими моментами. То есть когда в борьбе боретесь за классический захват, если видно, например, отсюда тяжело атаковать. Ничего толком не получается. Вот, руку сместили назад, подергали, бросили. Итак, дорогие друзья, такая тема была на этот раз. Не забывайте побежать под пальцем вверх. Спасибо Вите. И до новых встреч. Все, адиос, пока. Субтитры сделал DimaTorzok